Макияж на каждый день Для начала я наношу базу под тени, используя Panteli Paint Pot из Мак, наношу пальцем на верхнее и нижнее веко На подвижное веко нанесу вот такие белые тени от Seventeen с помощью плоской кисти Чтобы очертить складочку века, использую вот такие тени от Seventeen Точный и конкретный цвет будет написан внизу Его я наношу с помощью пушистой кисти в складочку века вот такими движениями от внутреннего уголка к внешнему С помощью чистой кисти для тушевки я растушую, чтобы у нас не было никаких краев И затем вот такой темный цвет теней от L'Oréal я наношу во внешнюю треть складки века, а также во внешний уголок С помощью сплюснутой кисти для тушевки Затем возвращаюсь с моей первой кистью для тушевки без дополнительных теней на ней Для того, чтобы просто растушевать между собой два цвета, которые мы только что нанесли И затем прокрашиваю верхние ресницы Макияж лица начинаю также с базы В качестве базы я использовала вот такую штучку Angel Veil от NYX и распределила по всему лицу руками Затем в качестве тональной основы я использовала две Это одну от Rimmel, другую от NARS Просто потому, что ни одна, ни вторая не подходит мне по цвету Но при смешивании не дают очень крутой цвет, который мне подходит И очень крутой финиш Не матовый и не супер блестящий После этого какие-то недостатки, которые не скрыл тональный крем Я замаскировала с помощью плотного консилера из MAC И перехожу к тому, чтобы замаскировать мои ненаглядные синячки под глазами Я использую персиковый корректор из MAC Наношу его непосредственно на синеву для того, чтобы ее скорректировать И затем использую тональный крем для того, чтобы искрыть синяки Я знаю, что это неправильно По всем вообще канонам есть специальный консилер для подглазного пространства Однако тональный крем от Rimmel очень круто подходит И по каким-то причинам он совершенно не скатывается у меня складочкой Затем все кремовые текстуры я закрепляю с помощью пудры И переходим к тому, чтобы завершить макияж глаз Темный вот этот оттенок теней от L'Oreal я протаптываю по нижнему веку И растушевываю его с помощью теней от Савантин Чтобы скрыть лишнюю красноту и открыть взгляд Я использую вот такой вот карандашек телесного цвета И прохожусь им по нижней слизистой И уже, наконец, крашу нижние ресницы Конечно же, не забываем про брови Для макияжа бровей я сначала беру вот такой восковый карандаш Из L'Oreal прохожусь им по бровям Для того, чтобы придать им форму и чтобы они держались как бы на месте И затем с помощью теней из мак цвета Омега Я, к сожалению, забыла взять, снять клип на них Но я уверена, что все знают, какой выглядит тень из мак В общем, с помощью этих теней я закрашиваю какие-то пробелы, которые есть у меня в бровях И немножко поддаю им такую более очерченную форму И затем вот этими белыми тенейами вот севентин Ставлю блик под брови для того, чтобы брови немножко приподнять А блик в уголок глаза я поставлю с помощью Та-да-да С помощью вот такой вот подводки из NYX Она очень блестящая Мне захотелось в этот макияж добавить все-таки Что-то такое немножко необычное И я поэтому решила поставить блик с помощью вот такой подводки Единственное, что я не стала прям вот расходиться Я поставила очень локально именно во внутренний уголок глаза Никуда дальше эту подводку не повела Теперь, наконец, макияж глаз закончен Для того, чтобы завершить макияж лица Я использовала такие вот тени от Tior Они очень яркие Если нанести их такой легкой рукой Они придадут свежесть лицу Чтобы очертить скулы, я использовала румяна от NYX цвета Toe Наношу их под скулы И в качестве хайлайтера взяла Минералайский финиш с тети Light Scapade из MAC И наношу на скулы и над верхней губой После того, как я нанесла румяна, хайлайтер и скульптурующую пудру Я люблю проходиться кисточкой дуофибры Для того, чтобы растушевать между собой эти три продукта Чтобы они смотрелись как можно более натурально И в качестве помады я использовала такую помаду от Revlon Она достаточно заметного розового цвета Но при этом не яркая, что мне как раз нравится На этом наш макияж готов Я очень надеюсь, что вам понравилось И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok